У Лукашенковской Беларуси министрам замежных справ дарученная особливая роля. Яны за учёды были полной протелеглостью силовикам и миновито дипломатам доводилось озамоливать грехи людей у погонах, связанные с гвалтом и террором. Урозный час МЗС кировали ищирые беларусы, и былые спецслужбисты, и навод грамадяне России. Кто-то из них спокойно живет на пенсии и по сёння, а кто-то помёр загадковой смертью на самом пику карьеры. В нашем новом видео мы расскажем про министра часов беларусской незалежности и их лёсы, а так само попробуем спрогнозовать на то, что новым кировником МЗС призначили Максима Рыжанкова, якому пророчили совсем иншее кресло. После развала Советского Союза Совет Министра БССР автоматично стал первым урадом незалежной Беларуси. Отповедно и кировником внешнеполитического ведомства затвердили советского министра Петра Краучанку. У часы перебудовы он был партийным идеологом у Минску и воспринимался як коммунист с национальной позицией. На чале МЗС Краучанку довелось займаться наладжуванием отношений с диаспорой и створением дипломатичных представительств в Беларуси замяжой. Вот так, например, выглядало открытие амбасады у немецком Бонне у соковику 1994 года. Министр замяженных справ у смокингу Игаль Штукубабашцы промовляя на выдатной беларускай мове. Давайте разом узрадуемся, давайте переживем хвалюючие хвилины национального уздыма, национального подъему. И щиро и дякую усім тим, хто допомагал нам стать саправдами субъектами международного права, хто допомагал нам отримать гэты будынок. Я могу сказать, што незалежная Беларусь была, ёсць и будет. В внешнеполитичной стратегии Петра Краученки был курс на уступление у Евросоюз, и министр лечил гэты справы 10-15 годов. Але у той же час Йоанн разумел, что Беларусь находится помеж молотом и коварлом, тому треба заховывать близкие отношения из России, але выключена на умовах рынку и без интеграции у некие союзы. Мары першого керавника МЗС не здействовались. Европа по шатку 90-х была занята внутренними проблемами, и ёй не было справы до постсоветских держав. Могчыма, калеб курс Беларуси на заход заховался, то яна могла б стать сябром Евросоюза разум с балтыйскими суседками. Але у 94-м президентом стал Лукашенко, який худко прибрал национально ориентованного министра. Петро Краученка, однак, не отшёл от политики. Прозгод ён стал депутатом Верховного Совета, у яким узначалил комиссию по международных справах и выступил в суперте референдумы 96-го года. Не глядячы на патрынку спробы импичмента, Лукашенко захаваў Краученку на держслужбе, а ў канцы 90-х отправў паслом ў далёкую Японию. Сам былый министр ўспрымаў гэта як политычную ссылку. У листопадзе 2002 года дыпломата звольнили, а пасля обвинователі украдяжы грошей, документав і пячаткі депмесій. І што нібыта Краученка не хоча вертацца на Радзиму, і ў вугу лі хаваецца ў американской амбасадзі ў Токія. Пядома гэта было хлучнёй. Павыніку справа до суда не доішла і скончылыся нічым. Як неадзівна, ў паўную апалу Лукашенкі былый министр не патрапів. Краучанку запрашалі на урачыстые прыёмы, і былый министр часам прыходзів на іх ў вышыванцы. Так само ён распавядаў, што мінавіта дякуючы яму, супрацовнік контрразведкі Уладзімір Макій перайшоў на дыпламатычныю службу і называў яго сваім вучням. Сёння Пятру Краучанку 73 гады, і ён вядома як спиральнік гістарычных рэліквій. Першым министрам замежных справ, якога прызначыў асавіста Лукашэнка, став Уладзімір Сянько, досвечэны дыпламат, які пачынаў сваю працу яшчэ ў часы Савецкага Саюза, а ў незалежной Беларусі был паслом ў Польшы і Вялікабрытаніі. Пры Лукашэнку знешній палітычный курс Беларусі радыкальна змяніўся, і заміст імкнення ў Європу з'явілася ідея інтэграціў з Ращію, на якую і став працаваць новы міністр. У той же час три гады працы Сянько адзначыліся бноством замежных паездок Лукашэнкі. Напрыклад, першым і опошнім офіцинным візітам во Францію, дзенавад прайшлі перамовы аб інвістыцях ў беларускую еканоміку. Праўда, ефекту не было, таму шта крэдыту французы па выніку так і не далі. Пашля референдуму 96-га года ёвропейскій напрамык адайшоў на другий план. Лукашэнка таго часу аддаваў перавагу Расіі, бо разлічываў стаць яе президентам. Для гэтай задачы яму был патрэбны яшче больш прарасійські міністр, чым Уладімір Сянько. Таму яго звольнілі ў студені 97-га года. Пашля гэтага Сянько займаў пасаду пасла во Франціўі, а так само працтавніка Беларусі при Євросоюзе і НАТО. Причым Сянько хоч і працаваў ў Європе, але заставаўся глыбока пра лукашэнковскім чалавекам. Пазіцію заходу па выборах 2010-га года ён называў экстремісткой, а праблемы с правами чалавека аправдываў національными рысами і особливостями Беларусі, які не повинны заминать диалогу. Пашля сканчэння дипломатычныя карьеры Сянько прыдумалі солідну пенсійную пасаду – кераўніка комісії па міжнародных справах Савета Республіки. Ёнь лічыцца суаутарам інтэграційных праэктаў Беларусі і Расіі, а так само прихильнікам пазіцій, што альтернатывы глыбокай інтэграцій з Расіей просто няма. Сёння ўладзіміру Сянько – 77 гадоў. Але вернімся ў 90-е. На першым этапе стварэння саюзанай дзержавы здавалася більш выгадным для российской улады, чым для беларускай. Рейтинг Барыса Ёльцэна был абрынуты войной ў Чачні, высокой злочыннастю і шокавымі економічными реформамі. Тому аб'яднання з Беларусі выглядала пэлной спробай залагодзіць насельніцтва, якое сумавала прасавецкай стабільнасті. Лукашэнку ў свою чаргу российская эліта ўспрымала патешным дэмагогам Саугаса. Але той актыўна пачаў дэмонстраваць, што ўяму мало толькі Беларусі і стал адшуваць сябе гаспадарому Расіі. Ён ездзўў з візітамі на розныя прадпраемствы ў регіоны, жорстка крытыковаў Ёльцэна і патрымліваў ёгонага конкурэнта – коммуніста Геннадзя Зюганова. Щарот росіян папулярнаць Лукашэнкі імкліва росла. У гэтых абставінах міністрам замежных справ Беларусі становіцца Беларус з російським пашпортом Іван Антанович. За два гады ёго кіровання ведамством Лукашэнка ўляпаўся аж ў некалькі дыпламатышных скандалав. Спачатку, лэтам 97-го года ў Беларусі пазбавіли аккредытація журналиста російського телеканала АРТ Паула Шарамета. Той жняў некалькі рэпортажаў про сітуацію на беларуско-литовскай мяжы і про тое, як ўлады зарабляюць на контрабанде. За гэта Шарамета затрымалі і кінули ўсіза. Тады ў справу ўклішыўся російський бок. Ёльцин особіста забараніў Лукашэнку катацца ў російські рэгіоны, пакуль тоі не вызваліць Шарамета. Увыніку журналиста отпустили і департовались ў Беларусі. Далей, лэтам 98-го года Лукашэнка выгнал замежных дыпламатов з іх резэдэнцій ў Драздах. Афіціна гэта тлумачылася необходнастю капітального рамонту дзержавной майомаці, тому ў будынках пасольстваў без паперэджаня адключылі електрычнаць, ваду і тэлефонную сувяць. На сам рэдж гэта была помста заходнім дзержавам за патрымку апазіцій. Восім країн адкликалі сваіх паслоў з Мінска на знак пратэсту, а Лукашэнку і ашча дзясяткі беларускіх чыновнікаў зрабіли неуязными ў ЕС і ЗЩА. Увыніку, ахвярным козлом Лукашэнка зрабіў міністра замежных справ Антановіча і паказальна адправіў таго ў адсталку. Далейшы лёж чыновніка был звязаны з Расіі, дзе ён займаўся навуковай і педагогічныя працэй. Пасля Іван Антановіч некалькі разоў прыяжаў в Беларусь з прэзэнтація сваіх кніг. На адной з таких імпрэзоў ён назваў былую канцлерку ФРГ Ангелу Меркель лахудрыў і рассказываў, як зарабляў грошы, очарняючы ЗЩА. Зараз аксміністру 86 гадоў. Разграбаць касякі Антановіча Лукашэнка паставіў яшчэ менш пра беларускага чылавека – татарына Урала Латыпава, які нарадзіўся ў Башкартастані. Дапрызначанням міністрам ён долгий час працаваў у КДБ, дзе атрымаў звання палковніка, а ў 90-х раптам став памошнікам прэзэдэнта па міжнародных адночінах. Мінавіта Латыпава называлі адным з галовных арганізатору референдума 96-га года, якій усталяваў ў Беларусі рэжым асабістай ўлады Лукашэнкі. Задача досвечэнага чыкіста ў крэсле міністра замежных справ выглядала простай – улагодзіць конфликт с краінами паслы, яких пакінули Беларусь, і тым самым прыпыніць ізоляцію. Увыніку беларускі бок ўжаў на щабе ўсе затраты па перасаленні паслов ў новая резэдэнція. Так само с прызначэнням Латыпава Лукашэнка скасаваў особнае Міністэрства Знешніх Экономічных Сувязей, і обовязок прасовування беларускай прадукцэй за мяжой лёг на Міністэрства замежных справ. С тых часоў до крытэриў ефіктэвності МЗС дадалася здольнасть дипломатов прадаваць трактары і іншу ў беларускую прадукцэю. Не глядячи на своё КДБшное минулое, Латыпав ствараў імідж доволі либеральнага Міністра і неформальна коммуніковаў з Незалежной прэссэй. Але пачас ёгонай працы ў МЗС пачаліся выкраданні палітычных апаненту ў Лукашэнкі, і уміння Латыпава адбаляць режим спотрэбілася на большвысоких пасадах, помошніка па національній бяспеці, а пашля і краўніка администрація прэзидента. І вось гэта був першы выпадок, калі карьера Міністра замежных справ пашля адсталкі пашла ўверх, а не на дварот. Так само варта адзначыль, што пакуль Латыпав был Міністром, Лукашэнку довелось розвітацца з марами узначаліць Росію. Там одмовилися от интеграції на умовах ровності двох країн і пропоновали варянт федеративной союзной дзержавы, які для Беларуси был бы самозабойством. Кончатковай кропкай став прыход до влады Владимира Путина, які доволі хутка обагнал Лукашэнку па папулярнасті. Што ж до Латыпава, то ў середні нулявых ён сэйшоў з державной службы і заняўся заробкам грошей. Ён працаваў ў Роснафте, беларускай дачынай кампаніў Лукойла і узначаліваў на зіральную раду місцовага Альфа-банка. Сёння яму 73 гады. У листопадзе 2000 года на месца Урала Латыпава паставіли не чарговага сіловіка, а прафіщинага дыпламата – Міхаіла Хвастова, які раніў был сакратаром працтавніцтва Беларусі пры ААН і пасольства УЗШ. Міна Віта Хвастов суправаджаў Біла Клинтона па час візіту ў Мінск ў студені 1994 года. Але за три гады на пасадзе міністра чыгновник нічым асаблівым не адзначыўся. У 2003 гады ў зняли і адправіли ў ЗШ паслом, де ён і пращадзеў до вялікага скандала, які здарывся ў 2009 годзе. Тады Амерыка наклала санкцій на Белнафтахім за контракт з Иранцамі, пасля чаго Хвастова адклікалі ў Мінск ў свою чаргу пасла ЗШ таксана, сама попросіле пакінуць Беларусь. С тых часов дипломатычна прысутність двох краін была абмежаванна часовымі паверанамі. Тапер 75 гадовы Хвастов тихо живе на пенсіў і Амаль не з'являецца на публіцы. Наступным міністрам замежанных справ Беларусі был прызначэны Шаргей Мартынов. Йон скончыў московскі інстытут міжнародных адносін, дзе вучыўся на адным курсе з дзейным президентам Казахстана Касым Жамартом Такаевым. Мартынов пачынаў свою дипломатычну карьеру яшчэ ў 70-х. У першэ гады Беларускай незалежнасці ён бэў паслом ў США. І ў інтервю с Гонарам расказываў про тое, як наймагутніша дзержава ў свете актыўна патрымлівала маладую рэспубліку. Кога Клинтон пришел к власти, то глава беларуского государства был первым главой государства из нашего региона, которого президент США пригласил с официальным визитом в Вашингтон. И Беларусь была первой страной, которую в первом своем визите в Европу посетил президент Клинтон. Чем обязаны? Обязаны ответственные линии Беларуси в вопросах ядерного разоружения. Это было таким образом. Потом в 95-м году президент Беларуси посетил Соединённые Штаты с большой деловой поездкой, знакомительной. В 95-м же году мы получили очень крупный займ от Международного валютного фонда, так называемый кредит-стендбай, 300 млн долларов. По тем временам для нас это была астрономическая сумма благодаря исключительным поддержке Соединённых Штатов. Сергей Мартынов был активным прихильником шматвекторности, а лишь суровая реальность была трохи иншей. При им Беларусь начала сябровать с Венесуэлой, а Лукашенко побачил во угочавище своего брата. Министр тумачил партнёрство с далёкой краиной тем, что Беларуси треба действий брать нафту и что Россия не даёт её сдобывать на своей территории. Так само на часы працы Сергея Мартынова припали две президентские кампании, после которых министру доводилось с нуля выбыдовывать относительно с очень цивилизованным светом. И если после выборов шестого года заход довольно худко поверил обязательным режимом, то в десятых ущедочагнения керавника МЗС были помноженные на нуль. Министр стал проситься в отставку, на которую Лукашенко погодился только просто два года. Формально Мартынова звольнили в связи с переходом на іншую працу, але он подкресливал, что сход был его особистой инициативой. Это выключено смелый и редкий выпадок в системе Лукашенки, с якой у чиновников, звычайно, есть только два выхода – в турму и в труну. Ну альбо в турму, а после – в колгас. На развитание Лукашенко у знагородя у Мартынова орденом Айчыны и пожартовал, что деяния министра не выкликали у его аллергии. После своей отставки дипломат узначалил проставництво компании «Руснафта» в Беларуси. Его президентом является Михаил Гуцерыев, Щабра Лукашенки и один из его кошельков. Сегодня былому министру 71 год. Он – великий аматор мастерства, испирая картины. Бывая в замежных поездках, старается ходить в музеи, а так само на балет идти в оперу. Уж дневни 2012 года министром замежных справ Беларуси стал самый вядомый и самый неоднозначный чиновник Лукашенки – Уладимир Макей. Он, хоть и был разведчик, а летым не меньше належил до либерального крыла беларуских чиновников. Еще будучи керевником администрации Лукашенки, Макей по его даручении особисто сустрыкался с разными замежными политиками и спробовал нормализовать отношения Беларуси с Заходом. Тая ж задача повстала перед им и на посаде министра, причем в той час он был неуязным в Евросоюз. Эксперты сумнявалися, что новому министру удастся вывести Беларусь из изоляции. Но в 2014 году выбухнула война во Украине, Россия окуповала Крым и развязала конфликт на Донбассе. Официный Минск стал перомовной пляцовкой, и в столицу Беларуси приезжали граждане Франции, Германии, Украины и России. При Макее появился безвизовый режим, когда замежники отримали мощность свободно приезжать в Беларусь. До 2020 года он запевнивал, что Украина настроена на шматвекторность и готовая до полной нормализации отношений США. Две державы нам отрыхтовались до вертания послов, но это так и не отбылось, а про черговый политический кризис. Сам министр на публице выглядал редким прабеларуским чиновником. На импрезах он заявлялся у вышиванцы, размовлял по-беларуску и давал интервью оппозиционным медиа. До публичности его так само подштуковывала его наяженка Вера Полякова, популярная актриса и телевядучая. А леры Торыка и поводенный Владимира Макея резко изменились после президентских выборов 2020 года. Он выбрал бог гвалту, чем мощно расшаровал многих беларусов, которые видели у импераемника Лукашенко с человеческим тваром. Министр сказал, что у Беларуси зоополитические взгляды никого не переследуют, а краины Захода, которые принимали политических утикачев, виноваты у поддержки головорезов. Знаете, произошла какая-то, как бы назвать, разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков, в результате чего они абсолютно неадекватно оценивают ситуацию. И вот эта неадекватная оценка, она является следствием их просчетов и их политики в отношении Беларуси. Серьезно, политика так не делается. 16 лютого 2022 года, подчас суместных российско-беларусских влучений, Макей обязал, что российские войсковцы съедут, и что никакой войны не будет. Про 8 дней Россия уварвалась во Украину у тымлику с территории Беларуси, а министр протягнул и далее поддерживать Лукашенко и войну. Принамси публично. 26 листопада того ж года Владимир Макей раптовно помер у себя дома в Дроздах. Докладные обставины с ихода министра, якому на момент смерти было 64 года, невядомые и по сегодня. По одной из версий это был инфаркт, по другой – самогубство праз особистые проблемы. У Владимира Макея поховали на исходних могилках в Минску. Развитаться со своим подначаленным, який провел на посаде 10 годов, Лукашенко пришел особисто. После смерти у Владимира Макея исновала имоверность, что Лукашенко может призначит керовником МЗС человека человека с негативным шлейфом, но он повысил первого наместника министра Сергея Олейника. У досвеченном дипломате, який працавау послом Беларуси в Ватикане и Великобритании, бачилася фигура, сдольная у черговый раз полепшить отношения с Заходом. Тем больше за период дипломатичной карьеры Олейника похолодание и одлигие сдарались еще несколько разов, и для его то было не новинку. Але повторить триумф у попередников у него не вышло. И справа тут навод не в компетенциях министра, а в том, что Европа просто перестала верить Беларуси. Министерство замеженных справ при Олейнику почало развивать экзотичные векторы внешней политики. Лукашенко стал ездить Украины к шталту Зимбабве, Кении и Монголии, а наместник министра замеженных справ Яуген Шостаков навод добрался до полношной Кореи. Параллельно, Украина к Заходу истотно скорочался штат посольства, а белорусские спецслужбы стали кошмары с проверками дипломатов. Министр Олейник не сдолил оборонить свои кадры. По неподтверженной информации, минавито про стиск и допыты, выкинулся с окнаш модгодовый посол Беларуси у Германии Денис Хидаренко. Как министр, Сергей Олейник не был одмолным персонажем, а Лей Йон не сдолил сделать ничего отметного. Увынеку Йон провел у кресли министра меньше за всех своих попередников, крыху больше за полтора года. После отставки Олейника отправили в Совет Республики. Декоративную верхнюю палату белорусского парламента, где Йон будет отказывать за международные советы под керавництвом Натальи Качановой. Теперьшним, девятым министром замежных справ Беларуси, стал 52-годовый Максим Рыжанков. Йон – потомный чиновник. Его и батька Владимир у 90-х узначаливал национальный олимпийский комитет и был министром спорта. Рыжанков молодше починал свою карьеру у Министерства замежных справ, но у чары Дени Нулевых перешел на працу у администрацию Лукашенки и опошние 8 годов был там первым намечником керавника. Жорсткого и потребовального чиновника пророчили на повышение по вертыкали. Але пасля 4-х месяцев агледен Лукашенко знайшоу яму иншее место – министра замежных справ. И дау яму задачу, якая узкостно подтверджая провал политики Сергея Олейника. МИД нужно проводить чувства. Говорю открытым языком. Встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. Роман Александрович что-то не удалось сделать. Поэтому давайте вдвоем. Так, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны. Максим Рыжанков уже с первых дней активно включился в працу. Прозличные дни после призначения он отправился с визитом в Китай, который является для Лукашенко одним из ключевых партнеров. Але опошним часом помеж краинами сгущаются хмары. Блокировничество азиатской краины – незадоволенное протяглым миграционным кризисом на границах Беларуси и Евросоюза, который ставит под риски транзит китайских грузов в Европу. Подобно, что миновито с упакованием Сединпиня теперь будет одной из важнейших задач нового белорусского министра. Супадение тени, алея после призначения Рыжанкова Лукашенко рапту нарушился на кропковую амнистую. И он заявил, что отпустить хворых политвязнёв, после чего на волю вышли около 20 человек. Видовольно, что это был сигнал кому-то из замежников, вот только кому конкретно, по куль до конца не сразумело. Еще один текавый факт биографии идейного министра – ягоная жёнка Наталья, якая ранее была замужем за Паулом Латушком. Причем жёнка потребливая жорсткие пролукашенковские погляды своего другого мужа. Коли на ее дачку от Паула Латушки Янну в Беларуси завели криминалку, мать сказала девушке, что это выключено – ейная проблема. Видовольно, что резкий Максим Рыжанков станет полной протелеглостью нехаразматичному Сергею Олейнику. К наладжению отношений с Заходом могут перешкоджать шматлики международные санкции, накладенные на руководителя МЗС Беларуси. Но, как показывает опыт ягонных попередников, это не может быть проблемой, когда Лукашенко выполняет потребование Заходу. Министры замежных справ часов Лукашенко заощоды займались деликатными пытаниями и корыстались великой повагой. За ними он никогда не дозволял себе переходить на «ты» и не делал публичных выболочек, которые он делает всем, даже премьер-министру. Не смотря на скандалы, как то было с Пятром Краученком в Японии и с Иваном Антоновичем и Дроздами, былые руководители с задовольнением удельничали в мероприемствах ведомства к шталту узнятия с тяга МЗС тису стрэч с Уладимиром Макеем. Ни в одны из них не перешел у оппозицию до Лукашенки, что гарантовало им недотекальность и хлебную посаду у пенсийным узростя. А чым скончится карьера Максима Рыжанкова, поназираем у реальным часе.